Маленькое сообщение из новостного канала, что мы увидели в пятой гимназии сегодня утром. Движение на экзамен, на первый экзамен. Мы приехали, ваша пятая гимназия. Вот ваша гимназия. Сдавайте экзамены здесь. Ты смотри, Дениска, тебя сейчас это за альфтрафу взяли. Вот мы нашли списки нас. Наша вон там. Вот они мы. Я нахожусь в пятой гимназии на северной стороне города Севастополя. Сегодня ученики, 24 ученика выпускника 27-й школы будут задавать здесь свой первый экзамен по математике. Вот хочу представителя пятой гимназии несколько вопросов задать. Расскажите, пожалуйста, особенности сдачи ЕГЭ в вашей гимназии или вообще какие правила? Значит, на базе пятой гимназии развернули пункт приема экзаменов государственной договоротизации. Развернули 15 аудиторий. Все они оборудованы по последним требованиям Министерства просвещения, аппарата контроля образования. Значит, минимальной базовой математикой экзаменов. Значит, это возможен только ручка, линейка обычная, арифметическая. Значит, и, соответственно, документы, обоставляющие ученики. Значит, ничего страшного в экзамене нет. Задания не тяжелые. Значит, по итогам вчерашнего дня уже можно предварительные итоги подводить. То же самое, значит, ученики и выпускники девятых классов справились с итоговой аттестацией. Какое-то особое отличие есть между базовым экзаменом? Конечно. Сложность заданий в базовом и профильном предмете большая. Причем очень большая, а очень серьезная. Наверное, на порядок выше, чем профильный экзамен. Сложнее, чем в базовом. А после экзамена? Значит, профильный экзамен позволяет поступать в технические вузы с набранными баллами. Скажите, пожалуйста, после сдачи экзамена проходит сколько примерно времени для... Значит, есть приказ Департамента образования города Севастополь, где указаны сроки обработки материалов. Этот график вы можете увидеть как на сайте нашей гимназии в открытом видеоролизме. Так он должен быть и у вас в школе. Что получает ученик на руки? По окончанию экзамена ученик ничего на руки не получает. Все документы, кроме паспорта своего, он забирает назад. Все документы опечатываются. И установленный порядок приказа Министерства просвещения обрабатывается, сканируется и отправляется в Москву на проект. В Москву, да? Сколько у них времени на сдачу? Три-четыре часа? Четыре часа почти. Четыре часа, да? Четыре часа, понятно. Мы встречались сегодня с Васильевым Сергеем Владимировичем, зам директора по безопасности, который отвечает за что? Я представитель администрации 5-й гимназии на пункте приема экзамена. Спасибо вам большое. Идет регистрация по паспорту, каждого проверяют. 27-я школа собирается. Поехали. Поехали. Поехали.